Я включил запись Здравствуйте Здравствуйте Не все тебя знают Добавляются новые слушатели Значит что? Давайте представимся Давай представляйся Меня зовут Мельников Арсений Сергеевич Хотелось бы поменять свою фамилию На какую фамилию? На Жальзова Значит, это серьезно А мама не будет против? Ну я попрошу, чтобы поменял Ну хорошо Так, здесь не будет твоей Эта тема корней Вот смотри Ты опытный мужик Ты в саду неновичок Ты уже садей Только еще не привал А все со мной это умеешь делать Но притворись новичков, ладно? Делай это самое Глупое лицо Вот так Ладно, это шутка Смотри Вот этот фильм мы закачивали То ли с собой вот этой фотографией То ли с Тимошкой С Тимошкой С Тимошкой, да Значит, я Есть такое хорошее выражение Повторение, мать учения На что я рассчитываю? Тебе 9 лет Но дело в том, что возможно Что-то останется в памяти 7 лет я посадил Вишню саженец вместе со своим учителем В первом классе Результат Лучший сад в России Если ты все это сейчас со мной пройдешь Какой у тебя будет сад в Лусе? В красном хуторе Хутор уже есть лучше Во всем мире надо так говорить Мы люди с амбициями Деда, так ты уже сделал, можно сказать Лучший в мире сад Нет Здесь получше Я сам, например, приводил Условия в этих местах Лучше, чем у нас Да, ну вот Теперь смотри Вот эту руку ничего не трогает Вот шум создаешь Итак Что успеешь, что услуешь Но Давай пригласим детей Не только 9-летних Пусть родители пригласят 11-летних 15-летних Что только нужно знать Зачем мы тогда становились Это наш маленький коверчик Здесь чистейшая земля Вот В которой процессы гнилостные Совершились тысячу лет назад И когда мы копаем Садим Ямы Корни, как правило, искалечиваются Свои Как не стараешься лопатой Вырезать это В ком земли Все равно корни Колечится Уж как и не обкапывал Целые канавы Рыл Что было количество Значит В яме Посадочия Не должно быть Ничего Кроме чистейшей земли Взятой Откуда Вот показываю Это чистая стерильная земля И никаких Ни дерьма Я же так по-русски говорю На воздух смысле Ни перегноя Никакой органики Неорганики Никаких этих Подкормок Никаких Ничего Ни этого Ну Я про это рассказывал Просто повторился Фотографию Смотрим все И комитет Попутно Может быть сегодня Не закончим Так Давай проверю Ведет ли запись Идет 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 Следующая фотография Что надо делать Давай вот так подумаем Значит Это Я запомнил Почему Уже когда я набрался Авторитета Авторитета Так Вот ты сейчас увеличил Экран Интересной записи Не помешало это? Нет Надеюсь Нет Значит Я был На почте А в то время Меня много Снимали Телевидение Подошли люди Говорят Мы получили посылку Из И назвали Самый крупный Питомник в России Подстрелять его не буду Так Ну ладно Ты же Крупный Тон крупный Но Хватает мне Дерьма И в то время Они говорят Константинович Давай посмотрите Что мы приобрели Мы подошли Мы подошли к их машину На капот Они поставили Вот эту посылку У меня Эпиратная память Много Что не помню А вот это я запомнил И сделал Фотографию Вот это было Посылки Потом я побывал Потом я побывал В том питомнике По приглашению Директора Генерального И тогда Я увидел Почему Таджики Собирали Посылки Вот как они Собрали Ну какая Братья Что-то засунуть Значит Что самое главное Четыреха Лучше Иметь Построить Сеть Частных Питомников Где сам Хозяин Знаешь Такое выражение Сам посадить Я садил Я сам Буду поливать Такое Садил Буду продавать Значит Сам Посадил Сам Вырастил Получил Урожай Размножил Начал Продавать Саженцы Сам Привил Сам Вырастил И сам Продал Вот таких Питомников Надо Тысячи Заменить Вот этого Дерьма Настоящий Дерьмо Так Идем Дальше Это Саженец Нашего Сада Представляю Вот это Вот Морщина Из Семечки Вот такой Корень Получился Согласишь Скорее Этот Гулькин Этот Нос Да Совсем Мало А как Получилось Что срела Саженец Прекрасный Могуч Как Землю Это Землю Не утром А Это Держит А Я Потому Что Привали И Привали Привали Сам Собой Молодец Заметал Что Привали Запомним Постарайся Прививка Называется Улучшенная Капулировка Так Теперь Что ты Видишь Ниже Для чего Это Пятнышко Ниже Не догадайся Ты Этого Еще Не Можешь Знать Ну Для чего Это Пятнышко А Вот Во-первых Оно Смотрит На Юг Так И Когда Он Выкопан На Продажу И Тогда Клиент Приведет Себе И Посадишь Посмотрим На Юг Для Чего Это Делается С С Одной С С С Можешь И Детей Молодей Там Мороз И Даже Вот И Потом Будешь В Школе Годовые Кольца В Школе Проходили Если Сред Сделан Годовые Кольца Неравномерно Расположены Северная Сторон Рассеянин Рассеянин Вот Такое От Южная Может быть Больше То Есть Рассе С С С Там Е У Е Вот Этот Момент Надо Учесть Потому Что Росло Теплой Сторон Сюда А Эти Крас Посадили Наоборот Это Разве Хорошо И Второе Оно Обозначает Что Если Б Не Было Вот Как Здесь Видишь На Правом Нет Этих Нет Сам Пометки Ну То Есть Нет Земли Которая Сама По Себе Скажет Что Вот У Ред Даже Пометка Не Нужна Так Раз Сохранилась Земля А Здесь Пометки Нет 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 Смотри Сюда Вот Она Где Одна Корневая Вот Вот Раньше Принципиально И Вот Этот Есть Еще Год Дать Порости Вот Такой Будет Если Вот Этот Дать Порости Вот Но Что Я мог То Рассказал Этот Старший Нагод Вот Такой Был Привит Через Год Стал Вот Таким Еще И Привитом И Готовым Продажа Идем Дальше Вот Эта Тема Называется Значит Это Бывшее Мое Увлечение Это Называется Трава Поливит Побегоносная Очень Толстая Трава Прикрасная Защита От Мороза Фактически Сибирский Вариант Бывало Что До Нового Года Нету Снега А мороз Под Сорок Бывало Вот И Тогда Я Ее Начал Культивировать В Присвольных Кругах У У Мне Даже Случилась Беда В Льву Не Бало Снега Ну Или Там Несколько Сантиметров Трава Так Промерзла Что Пошла Клочками Вот Я Отказался От Этой Идеи Ну Где-то Есть Районы В Стране Для Это Можно Использовать Именно Поливит Побегоносная Если Она Настоящая Но Пока Так Коротко продажа только с комом земли это была моя гордость что я делал дальше сказать вставлял в картонную коробку клиенту возили в картонной коробке это было ничем не хуже чем горшка вот ничем не хуже горшков и садили в коробке по методу железа прям коробки так я какую-то пропустил а это продажная это продавали короче решню она гнилая и и все равно да я попросил сказать я рассмотрю потом сказать можно я сфотографирую можно найдется уже дурак купит и пока я фотографировал пока я поворачивался спиной я немножко по это самое поскреб я увидел что кора гнилая коричневая то есть это мертвый саженец приведенный на продажу вот ну и заодно посмотрите что этот способ называется окулировка привыка почкой и еще что вы видите коней опять кулькин нос если все-таки такой саженец бы имел шанс выжить если вот здесь где вот это черная полоса где-то здесь и отрезать тогда вот это пару нижних почек может быть и пошли бы может быть а так далека чек купил подождал когда умрет окончательно и вы опять вот что-то проскать это самое крупное дерево который обнаружил сибири 16 лет назад это было есть сибирка сибирка полное название напоминаю ягодная яблоня сибирка это яблоня оплодимый размер вот с эти ногти вот прошло 16 лет и я снова делал фотографии они у меня есть но здесь все не по порядку идет мы же подряд листаем и вот представляешь 15 лет назад было такое какой он огромный сейчас это самое дерево которое обнаружил обследовал сотни и тысячи сибирских яблонь прекрасный подвой а какой он прекрасный а вот вот это на него привито вот эти вот на это на это на это вот это раритет 16 лет прошло до жива так да что я все время через одну подскакиваю а я ну давай ты ты же у нас это сколько лет учишься значит тем укоренения раз укоренение метода отношение корней в том что здесь она раскрыта в другом месте просто это самая смородина разрезана блоги на фрагменты вот это чтоб ты изнатый эпоха значит на наш мусорский сын который живет в украине артем артем так вот значит он мне помогал приезжал ко мне зарабатывать деньги я его заставил показать как это делается вот и почему потому что что накрывая темными бутылками они все равно сходят с мосяка сходятся корни отращивают идут потом вверх уже в виде ростков и при этом не сгорают а под белыми бутылками сгорают когда я под белыми бутылками укоренял я делал сверху еще до веса это лишняя возня пойдем дальше моя рекордсмен яблони рекордсмен это колодовидная яблони кого-7 первое которое раздобыл послали конца в москву он привез а тогда энтузиазм был дикий болотин из двадцати пяти двадцать пять человек скинулась и всем нам привезли раздали по 4 все и было сотни вот потом я узнавал мы дружили и космена рекордная яблони поселки мая дала 16 яблок и сотни а большинство просто погибло я успел спасти дала 4 яблочко потом умерла я успел веточку взять и перенести уже на это самый на местную сибирку уже не на эти самые ублюдочные клоновые подвои которые заполнили россию на которых из-за которых то собственно из-за подвоев клоновых это палка с пороченными корнями которые выросли на палке из-за этого в россии до сих пор нет и уже никогда не будет полностью дискретирована тема колновидных яблони а здесь вот пожалуйста это уже псевдоколонна она должна одним расти одной веткой а это считается что ветка 15 лет будет давать плоды 23 года плодушка мертва значит переход должен быть по отношению на соседние ветки а их нет если следовым каноном то есть отрезать как учат так вот это интересно сейчас я покажу вот эту фотографию да и вот эту надо было бы наоборот один год она вот такая уже примета вот а вот этого и сейчас я сейчас а вот это вот вот вся она на продажу согласись что это с таким комом никогда не урят а поездил опять перед телевидением у меня есть еще фотографии вот эту тему уже сам способ посадки но главное это корни корневые отводки не имеют центрального корня за это тема будет потом раскрыта вот это мировой рекорд и так перед вами у меня три мировых рекордов по застойкости на лун благодаря сибиркам высота до 6 метров и урожай здесь вот это вот если горный урожай фотографию делала телевидение есть целый диск на эту тему так ну корень до ошибка страшная заключается все еще вот сейчас на этом закончим потерпи брат я понимаю не совсем здоров ну надо так вот это первый однолетний побег из хосточки имеет длинный стержневый корень он должен обеспечивать что морозостойкость чем глубже тем солевой раствор и минеральный раствор покрепче значит точка замерзания у него намного ниже поэтому персик должен быть наиболее морозостоек среди других он же имеется корень а корня ну что делать ну ты понимаешь смотрится это чуть ли не центральная телевидение держит в руках саженец говорит сейчас мы будем подравнивать корни я смотрю думаю пойду молидолу выпью подравнивать корни вместо того чтобы сказать корень максимально должен быть целый тогда он будет сосать снизу в это не замерзающий раствор вот давай заканчивайте у меня температура поднимается да я знаю что температура ну я хотел так чтобы ты привлек внимание других детей ладно я закончу без тебя давай иди скажи маме что я высидел почти весь фильм вот что у нас даже больные дети работают смотрим дальше верхние части самое страшное когда делают штамп в таком возрасте нижние отрезает отрезают а отрывают или ошмыгивают листики получается рана ну раны обычно заживают но это уже морозостоекость уменьшается несколько градусов подрезка или искусственная или естественная когда калечатся корни это уже минус пять градусов а может десять нижние почки листики они должны приносить корнем глюкозу раз вот они должны помощью патасинтеза являются нижние листья или если они превратятся в ветки то еще лучше они тоже должны приносить пользу всему дереву страшнейшая ошибка когда уничтожают или листья годового возрасте или уже ветки в возрасте два три пять десять лет вот это страшная ошибка и оставляет верхушку но морозы кости уже тут нет вот такая история сейчас будем заканчивать и вот или здесь закончим да вот почему совершенно казалось бы другая тема я не знаю как именно в эту папку под названием корни попал вот эти две фотографии вот это и вот это и так лет сейчас скажу девяносто примерно девяносто пятый 2000 год гигантская засилия тогда с одного что было интереснее раз в десять чем сейчас сейчас все затухает миллионные ошибки миллионные потери трагедии в садах привели к тому что люди руки опустили опускали вот таким образом вот обмазывали деревья вот не подумайте что там моё дерево из боя вас боже вот так называемый клеиловом открываем инструкцию клей предназначен для ловли клеем чтобы в нем липли мыши тараканы и к огромному моему сожалению ценнейшая важнейшая составляющая садов труженики это ну как догадались муравьи и вот теперь эти муравьи вот их трупики вот они ошибка страшная а почему меня позвали сфотографировать потому что выше дерево мертво вот видите снизу метки пошли вот видите снизу побеги а выше мертво вот и случилось так что вот это все трупы муравьев вот так да действительно убили муравьев за одно дерево вот я на этом закончу вот почему выздоровит сенька или придет гости тимоша вот и тогда тогда продолжим эту тему а сейчас вот этот юноша который сейчас только сидел рядом со мной он у меня в это самое в информатику ты до третий год ходит он месяц сделал полный кран спасибо ему теперь как выползти отсюда явлюсь не догадаюсь сенья выручай что делать вы старики в одном сильны да я не могу выйти с экрана полного как меня сюда запустил так выпускает сюда спасибо настоящий друг так ну что друзья сейчас мы будем с вами заканчивать это 10 или 11 серия ну какая получилась такая получилась даже у нее несколько совета мы узнали полностью противоположные полностью традиционной науки а значит они принесут позвон там где там где общепринятые приемы только губят деревья внимание я останавливаюсь записи